Сегодня мы уже знаем врага, с которым нам предстоит столкнуться в пятую волну коронавируса, говорит главный пульмонолог региона Сергей Лукьянов. Речь идет о новом штамме COVID-19 – о микроне. В соседних регионах единичные случаи появления этого штамма уже есть. В Забайкале пока о микрон не зарегистрирован. Но подготовка к массовой заболеваемости ведется уже несколько месяцев. Мы запустили все системы нашего нового инфекционного модуля. То есть у нас на территории больниц есть крупнейшее сооружение. Это крупнейшее медицинское сооружение, которое было создано в период пандемии для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Это 1100 квадратных метров полезной площади, где мы планируем разместить от 30 до 40 больных с новой коронавирусной инфекцией, причем с разными разновидностями. То есть дифференцировать штаммы, то есть дифференцировать инфекции. Построено по принципу инфекционного модуля с боксированного отделения. То есть это называется модульное инфекционное отделение. По всем канонам эпидемиологии оно создано. Сегодня новое здание практически готово к запуску. Работают и запущены все системы жизнедеятельности. Модуль практически полностью укомплектован всем необходимым. Отдельные боксы на два пациента каждый оснащены отдельными выходами, чтобы уже здоровый человек при выписке не ходил по коридорам красной зоны, а сразу попадал на улицу. Пищу здесь будут подавать через окошечко в двери. Ординаторская оснащена специальным табло, куда будут поступать вызовы от пациентов из красной зоны. Модуль имеет две палаты интенсивной терапии, по два места каждая. Другая мера подготовки к наплыву больных коронавирусом – это новый кислородный концентратор. Нам очень помогут эти устройства в тот момент, когда у нас увеличится уровень заболеваемости и будут снова заполнены наши моностационары. Потому что колоссальный расход кислорода, и вот кислород он является таким основным ресурсом. А кислородный концентратор, они его производят. До этого мы кислород закупали, и всегда возникали риски в условиях большого дефицита кислорода. Регионы друг у друга уводились под нос эти машины с кислородом. Были такие моменты. Сейчас мы в некоторых учреждениях вообще сможем перейти на полноавтономный режим. В том числе для нашей больницы проблема снабжения кислородом при помощи этого концентратора решается. Сейчас специально обученные сотрудники больницы проводят пусконаладочные работы нового кислородного концентратора. Кислород будет производиться из окружающего воздуха и по трубам поступать в больницу. Максимальная мощность – тонна кислорода в сутки. Именно столько уходило на нужды больных в ноябре, в самый пик заболеваемости. Сейчас мы сделали вторую полноценную реанимацию, и мы сейчас находимся на третьем месте по реанимационному колечному фонду в Забайкальском крае. То есть мы третья по мощности больница по реанимации после Первогородской и Крайовой клинической больницы. Мы пригласили новых специалистов, мы укомплектовали полностью две этих реанимации. У нас сейчас только врачи, аэнстезиологов, реаниматологов в штате более 20, считая наших штатных сотрудников и внешних совместителей. По словам Сергея Лукьянова, пятую волну в Забайкалье стоит ожидать через 2-4 недели после того, как Москва объявит о новой волне пандемии. Ориентировочно это произойдет уже в феврале.